Урок 19. Задача первая. Разложите на множители. За скобки надо вынести общий множитель. Общий множитель 4а квадрат b квадрат. Если 12а в 4b в 5 разделить на 4а квадрат b квадрат, получится 3а квадрат b в кубе. От второго слагаемого останется минус 2b при делении. А от третьего 4а в 5. Задание выполнено. Разложили на множители. Первый множитель в виде одночлена, а второй множитель в виде многочлена. Задача вторая. Разложите на множители. За скобки надо вынести х в 5 и многочлен х минус 1. Если х в 6 умножить на х минус 1 разделить на х в 5 на х минус 1, то тогда получится значение частного х. А здесь при делении на общий множитель х в 5 и х минус 1 останется х минус 1. Давайте раскроем внутренние скобки. Что будет? Минус х и плюс х взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. Во вторых скобках будет 1. Если умножить на 1, значение не изменится. Эту 1 можно не писать. Получится х в 5 умножить на х минус 1. Задача третья. Представьте в виде произведения многочленов. Чтобы вынести за скобки общий множитель х минус у, надо сначала вынести минус вперед. Перед скобками. То есть если минус 1 умножить на минус 1 будет плюс, а в скобках будет х минус у. Здесь если плюс 6 умножить на минус 1, если вынести минус за скобки, то тогда будет перед скобками минус 6, а в скобках х минус у. Теперь общий множитель х минус у выносим за скобки. Во вторых скобках от первого слагаемого останется х, от второго плюс у, и от третьего минус 6. Значит, данное выражение представлено в виде произведения двух многочленов. Задача четвертая. Решите уравнение и найдите сумму корней этого уравнения. Давайте прежде всего поменяем знак. Вынесем минус за скобки. Значит, вместо знака плюс здесь будет минус, а в скобках х минус 8. Теперь выносим за скобки общий множитель х умножить на х минус 8. В скобках будет х минус 8 и минус х. Плюс х минус х взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Значит, во вторых скобках будет минус 8. Значит, уравнение принимает вид минус 8х умножить на х минус 8. И значение этого произведения равно нулю. Можно разделить обе части равенства на число, отличное от нуля, на минус 8. И тогда получится х умножить на х минус 8 равно нулю. Произведение равно нулю. В том случае, если х равен нулю, либо если х равен 8. Данное уравнение имеет два корня – 0 и 8. Сумма корней данного уравнения равна 8. Задача пятая. Верно ли утверждение? Если при делении натурального числа на 238 остаток от деления равен 102, то это натуральное число делится нацело на 34. Обозначим это натуральное число за n. Это делимое. Делитель 238. Неполное частное. m остаток 102. Значит, делимое n можно представить в виде суммы, где первое слагаемое 238 умножить на m и еще второе слагаемое плюс 102, плюс остаток. 238 делится на 34. И 102 делится на 34. Если каждая слагаемое делится на 34, значит, и их сумма делится. Значит, число n делится на 34. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok